В первый день лета в Край стартовал турнир по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок Губернатора. Проводится он с 2005 года. Перерыв был сделан лишь однажды. В прошлом году из-за пандемии соревнования не состоялись. Зато сейчас юные баскетболисты готовы компенсировать пропущенный год зрелищной игрой и яркими победами. Цель турнира – организация досуга детей и подростков в период летних каникул, привлечение их к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризация и развитие массового баскетбола в Краснодарском крае и выявление талантливых юных спортсменов. Мне очень приятно быть приглашенным на праздник спорта. Я думаю, все вы, наверное, уже соскучились о тех соревнованиях, которые долго времени проводились в нашем регионе и во всей стране. Сейчас много говорят о национальных проектах. И данные соревнования проходят в рамках национального проекта «Демография». А в рамках этого проекта есть такой маленький проект «Спорт. Норма жизни». Он маленький, но все вы, его участники, вы делаете нашу страну сильнее, здоровее и лучше. Потому что вы уже выбрали спорт и спорт уже стал вашей нормой жизни. Я желаю, чтобы на этих соревнованиях вы показали свой самый лучший результат и пусть победит сильнейший. Удачи вам! Я желаю вам, чтобы во время летних каникул вы больше познакомились с другом, приобрели новых друзей. Вот сегодня первый этап по уличному баскетболу между дворовыми командами. Но я думаю, что вы сегодня пройдете первый этап этих соревнований и перейдете во второй этап. Поэтому вам желаю удачи, побед, ну и, естественно, знакомств и дружбы. Турнир по уличному баскетболу проходит в четыре этапа. На первом перспективных юных баскетболистов отбирает внутригородских и сельских поселений. Второй этап – по районным, где состязаются лучшие команды поселений. На третьем этапе в семи зональных турнирах встречаются сильнейшие команды городов и районов. Победители и призеры зональных турниров выходят в финал, который является завершающим четвертым этапом Кубка. В первом этапе турнира в Славянске-на-Кубане приняла участие 41 дворовая городская команда. Я представляю команду 12-й школы. Наша команда уже играет вместе на протяжении четырех лет. И ничего, кроме победы, мы не приемлем. Мы очень рады, что мы можем выступать на этих соревнованиях, так как мы тренировались целый год, готовились к ним. И сейчас мы обязаны показать хорошие результаты. Я представляю 18-ю школу. Наша команда состоит из 2007 года. Мы долго готовились к этим соревнованиям. Надеемся на победу. Стрельбол – это одна из интересных игр, так как это тот же самый баскетбол, только на одном кольце. Первые игры в рамках турнира также прошли и в сельских поселениях района. Лучшие дворовые команды сыграют между собой. Финалисты турнира определятся в конце июля. Они и будут представлять наш район на краевом этапе соревнований. Анна Монастыренко, Георгий Каринин. Программа «События».